Никак тоже, это не просто по WhatsApp три смс и тут мы муж и жена. Жена своим, как говорится, своим хорошим поведением, она утешает, успокаивает, который нервный, злой человек, он становится как бумажка мягкий такой уже через пару минут. Человек, у которого семьи нету, если этому человеку поручить, например, воспитывать общество, у него очень, я не знаю, это особый какой-то дар должен быть у него. Пусть человек, который жениться пора, не боится долга, потому что Аллах взял на себя возмещение долга, который ради жениться человек сделал. То, что мы говорим о сохранении человека на земле, это одна из важных и главных задач создания семьи. Ислам учит человека понимать, что когда он рождается в этом мире, на этом свете, он не просто человек, который прорвался в какой-то огород и чем больше соберет для себя там, наберет мешок и выскочит, тем лучше для него. Нет, ислам учит человека, когда в этот мир приходит, он приходит наместником Аллаха на земле, и этот человек, наоборот, не просто сорвает побольше помидоров, огурцов, яблок, груш и уходит, наоборот, переживает за то, что есть в этом огороде. Где яблоко, где груша, что полили, что не полили, от какого сорняка это нужно очищать, от какого сорняка не нужно избавить и так далее. Вот такой заботой он приходит в этот мир. Даже такой алим был Хусейд Афанди-ль-Джасар, у него вот Атайда, очень много книг интересных, из них есть Рисадат Аль-Хамидия. Вот в этой книге он приводит пример верующего, неверующего человека, как человека, который обнаружили дом в таком пустом месте, нежилом месте, будет это в лесу, будет это в пустыне и так далее. И как верующий размышляет, му'мин размышляет, и неверующий размышляет. Му'мин говорит, что смотри, какой дом. Видимо, этот человек, который построил дом, очень искусный, потому что нет места, где мы можем ее упрекнуть. Потому что дверь на месте, окна на месте, и этот самый материал соответствующий подобран. Внутри каждая комната определена своей мебелью и так далее, и так далее, вот так. Поэтому давайте, раз у этого дома есть хозяин, который так искусно, ну, за этот дом переживает, когда вдруг он появится неожиданно, что перед ним стыдно не было, давай мы себя в этом доме будем вести себя хорошо. Вот так размышляет, говорит му'мин. А не му'мин говорит, с чего ты взял, ты видишь хозяина, нету, невидим, значит нету его. Там, как от истины нам рассказывали, камень на камень встал, вот так дом образовался и так далее, ветер дул, снег пошел, там вода образовалась, ну, само по себе, да, вот в таком виде. И этого хозяина тоже у этого дома нету, хозяева мы, и мы будем там вести себя так, как мы пожелаем. Вот такой программой неверующий заходит. И, конечно же, му'мин, который понимает, что он наместник Аллаха на земле, конечно же, к семье и к остальным моментам у него взгляд и внимание совершенно такой другой будет. И поэтому говорится, что первый кирпич в строении, в строении нормального, исламского общества, говорит, это есть семья. Значит, и вот здесь, поэтому усра, когда вот этот кирпич, ее готовят крепким, прочным и так далее, и так далее, вот тогда получается общество тоже крепкий. А когда, говорит, она вот слабое, это общество, оно может подвести нас, и, естественно, на ней, которые отражаются кое-какие ситуации, тоже она не выдерживает это общество. И поэтому ислам, она, один из таких вещей, которые свойствуют исламу, это создавать общество, прочное общество. Естественно, ислам уделяет внимание тому, чтобы образовать вот эту, как скажем так, вот эту семью, чтобы она была мощной и счастливой. В религии есть такие основы, есть каноны, соблюдая которых мы получаем усиление этой семьи. И Аллаху, Субхану Ва Тааля, вот по поводу этого, говорит, Аعوذ بالله من الشатану الرجиму, بسم الله الرحمن الرحиму, والмуэминуна والмуэминату ба'лухум овлияу ба'з, ямуруна بالмаруфи, وянхауна олилмункари, ويуقيمуна الصلاة, ويутууна الزаката, ويطيعуна Аллаха وрасуллаху, улайка саярхамуهم Аллах, инна Аллаха Азизу Хаким, садак Аллаху العظим. Аллаху, Субхану Ва Тааля, говорит, что муэмини, муэминати, эти люди помощники друг друга. Значит, само по себе слово муэмин, когда я говорю муэмин, уже это само имя меня обязывает быть помощником. Например, когда мы говорим конь, лошадь, мы подразумеваем это скакун, на который можно садиться и скакать. Когда мы говорим ишак, тут представляем, конечно, грузовик, на котором можно возить. Когда мы говорим курица, значит яйца, яичница и так далее, сразу у нас появляется. Когда муэмин, говорим, уже этот человек, с которым мы получаем помощь, поддержка, усиление и так далее, вот эти и есть муэмини, говорит, которые, говорит, полноценно делают намаз, дают закат, бывают покорны Аллаху и пророку. Вот эти люди сифат муэминов. Поэтому, конечно же, Завджаин, этот мужчина и женщина, от которого образуется семья, значит, внутри этой семьи, конечно же, это взаимопонимание и поддержка, и помощь друг другу, это намного важнее, потому что именно вот это взаимопонимание, поддержка и помощь в семье, она отражается на обществе. Она отражается на обществе. Поэтому, говорит, это своего рода, вот эта мусульманская семья, маленькая исламская семья, такой, можно сказать, это какая-то религиозная общественное учреждение, какая-то, как маленькая организация, говорит, которая работает, в которой мужчина и женщина заходят, и в этом месте они создают вот эту семью. Один из таких важных маслахатов, который от семьи исходит, значит, это кладка общественного строя, в котором оба стороны, и мужчина, и женщина, собирают плоды вот этого строения. Будет это любовь, понимание, довольствие друг другом и так далее, и так далее. Вместе с этим получают они, ну, такие, то, что Аллаху, Субхану Ва Тааля, при рождении у нас вложил какие-то чувства, у нас есть внутри голод, жажда, значит, ну, нам нужно, нет, нет, иногда там какая-то игра, там, какое-то утешение и так далее. Когда уставший муж приходит, жена, как говорится, своим хорошим поведением, она утешает, успокаивает, который нервный, злой человек, он становится, как бумажка мягкая, такой уже через пару минут, ну, такая терапия получает. Далее, значит, эта же вещь отражается на детях и так далее. Он передает вот это воспитание детям. И поэтому вот эта вещь, вот эта семья, которая, вот Аллаху, Субхану Ва Таалу, обязал нас, вот, ее воспитывать, она является строением вообще целиком ислама. Человек, у которого семьи нету, если этому человеку поручить, например, воспитывать общество, у него очень, я не знаю, это особый какой-то дар должен быть у него, потому что это первый класс, откуда он начинает учиться. Вот оттуда вот эти пользы он тоже получает. Говоря о женитве, о создавании семьи, тоже можно обратиться к аяту, Азумилая Аня Сadasеве и Аня, б Semillahi Ruh الرحbildi rohima, van andare нажonce, в Yul!, And, according to Allah talked to Allah, what of Allah his prophet named organised, and made föter the aid of him in Allah, and said, what Allah guides the patient with of Allah, what�� 튀 dallaiseen be called is says, what Allah, he said to Allah Allah , вот, Ibn Kathirunnosh house화� Allah, значит, этого аята говорит, что, как говорит, я Muhammad . о, посланник Allah, как до тебя говорит, я создавал, говорит, людей, людей, пророков, посланников, людьми из рода человека. То есть Аллаху Субхану Ва Та'аля мог бы отправить к нам какое-нибудь чудовище, которое все сказали бы, это чудо, это и так далее сразу, да? Но Аллаху Субхану Ва Та'аля отправляет к нам из рода человеческого. Вот таких людей отправляет, говорит, значит, как и до тебя, тебя тоже таким же отправили. Они будут кушать, ходить по базарам, приходить к своим женам, у них появятся, говорит, дети. Значит, я для них и жены сделал, и потом что сделал, говорит. Вот так Аллаху Субхану Ва Та'аля указывает в Куране. Далее много аятов есть, которые Аллаху Та'аля в форме, приказной форме говорит, женитесь. И говорит дальше, обратите внимание, если они факиры, то есть человек говорит, я еще бедный, не могу жениться и так далее, значит, Аллах обогатит их. Поэтому в книгах пишется, пусть человек, который женится пора, не боится долга, потому что Аллах взял на себя возмещение долга, который ради женитвы человек сделал. По долгам ни в коем случае нельзя рассматривать лимузины и эти банкетные залы, конечно, это туда не входит. Туда входит чисто женитва махар. Вот эта вещь, значит, он сможет. Анас Раллия Аллаху Анху передает, рассказывает, что три человека пришли к домам жен пророка наших матерей. Они начали спрашивать о рибадате пророка как посланник Аллаха рибадат делал. Когда они рассказали, говорит, ну, они как бы сказали, говорят, ну, откуда нам так, как пророк рибадат делал, когда они услышали. И вот ведь Аллаху ему просил все, что было и будет, говорит, и так далее. И вот тут один говорит, ама она говорит, что касается меня, вечно буду ночью намаз делать. Не спать, намаз делать. Другой говорит, всю жизнь буду уразу держать и не отпушу уразу, говорит. То есть ни один день не буду пускать, всю жизнь буду. Другой говорит, она а'тазилу нисаа фала а'тазавач. А я говорю, отдалюсь от женщин, говорит, не буду жениться никогда. Тогда появился пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, и сказал, говорит, это вы те, которые сказали такое-то, такое-то. Что касается меня, говорит, в Аллахе, говорит, я больше вас боюсь Аллаха. У меня таква больше, чем у вас, говорит. Но я держу уразу и отпускаю уразу. Делаю намаз и ложу спать. И женюсь на женщин, тоже говорит. Человек, который оставил мою сунну, ну, отошел от моей сунны, он не мой человек, он не от меня человек, говорит. Значит, вот эти границы переходить и так далее, посланник Аллахе, саллиллаху алейхи ва саляма, не дал. А юбра, алияллаху алейхи ва саляма, тоже говорит, четыре есть, путь пророков. Он не говорит мой, он говорит, мурсалин, сунна-нуль-мурсалин. Посланник, говорит, есть четыре путь. Аль-хая, совесть. Ват-тааттур, благовоние. Вас-сивак, это сивак, знаете. Ван-никах. Сивак, никах. Вот так. И поэтому, вот Ислам, вот, услышав вот эти аяты, вот эти хадисы, мы понимаем, насколько, говорит, явно призывает к создаванию семьи, чтобы человек, во-первых, имел жену, во-вторых, семью и так далее. Как Ислам связывает мужчину с женщиной в таком виде, чтобы это получалось через шариатский такой связь. Такое получалось. И там был вот этот Агдун-сахих, когда, например, когда кто-нибудь, например, покупает дом, продает машину или устраивается на работу. Естественно, там договор бывает заключается. Правильно же? Никах тоже, это не просто по WhatsApp, три смс, и тут мы муж и жена. Это тоже такой же договор, который каждая сторона, на каждой стороне лежит обязательство, которое они должны отвечать. Есть, например, пункты, где расторгается, если не соблюдать эти обязательства и так далее. Поэтому, само по себе, обязательство, когда говорит, значит, это не просто, например, приход человека. Это вещь, которая требует определенных усилений. Если, представьте себе, если вот это создание семьи, она будет без обязательств и без договора, тогда нет смысла, вот от этого, говорит, не получится общество. Понимаете, да? А общество, оно должно получаться тогда, когда, во-первых, эта семья, например, она образовалась так, чтобы они соблюдали все обязанности и вот это общество тоже понимает, что в этой семье эти обязанности соблюдаются. А так, например, у нас просто получается, как количество, когда никаха нету, брака нету, есть мужчина, есть женщина, где, как, сын, чей, кто, когда не понимает, вот у нее такого не бывает. У нас один человек, говорит, там Астрахан из поезда слез, и там маленькие детишки прибежали, говорит, говорит, дяденька, дай деньги, дай деньги, там попрошайничают. Он, говорит, взял в карман, засунул руку, вытащил кучу мелочей и вот так высыпал перед ним, говорит, и сказал, на, может, мой тоже здесь где-нибудь есть. Вот такое отношение, когда у человека есть, это общество, какой порядок в этом обществе может быть, там и речи быть не может. И поэтому, когда речь идет, говорит о семье, там, говорит, она преследует четыре цели. Вот когда создавание семьи речь идет, в первую очередь, это сохранение человеческого ресурса. Сам человек, вот человеческий потенциал, вот она должна сохраняться на земле. Каждая семья, которая, например, после себя оставляет детей, он, например, человеческий род сохраняет на этой земле. То, что мы говорим о сохранении человека на земле, это один из важных и главных задач создавания семьи. Имам Газали, рахмаллах, говорит, ну, приводит такой пример. Вот Аллах, субханного та'аля, говорит, в нас сделал такие моменты, такие потребности. Допустим, человек голодает, когда голод его начинает мучать, он, естественно, тянется к хлебу. Значит, ну, жажда накрывает человека, он тянется к воде, но если воду и хлеб кушат, тоже ему не хватает, ему уже нужны разные вкусы. Например, нет, нет, он тянется к абрикосам, к персикам, к разным вещам, например, тянется. То есть, говорит, из-за своей милости Аллах вложил в этих вещах сохранение его здоровья, но в человеке вложил тягу к этим. Точно так же, говорит, Аллах вложил в мужчине, например, ну, такой, природный такой желание по отношению к женщине. Но целью-то, как от еды был цель сохранения здоровья этого человека, от того, что он тянется туда тоже, сохранение человеческого ресурса. Вот такой цель, говорит. И раз Аллаху отправил человека наместником быть на земле, когда он не думает, когда он уходит, другого наместника должен назначать. Если он об этом не переживает, этот человек, он уже об указе Аллаха тоже не переживает. Это один из таких важных моментов. Но дальше и другие моменты тоже есть. Например, что касается первого, посмотрите. Бисмиллаху, рахману, рахиму. Ва-ху-вал-ля-зи-хал-ка мин-аль-ма-и-башара фа-джа-ля-ху-на-саба-у-ва-си-хирам-у-ва-ка-на-раббу-ка-кадира садак Аллаху-ля-зиму. Вот Аллаху, субхану ва-та-аля, говоря о своем величии, упоминает тот Аллах, который создал человека. Потом, говорит, сделал для него род, для него зятел, значит, и так далее. Ну, с женской стороны родственника, сегр, да, и так далее. И в этом Аллах выражает свое могущество. Далее, описывая, значит, праведных людей, Аллаху, субхану ва-та-аля, говорит, Это дуа. Люди, то есть, эти праведные люди, до них, например, это сурату фуркане, до приведения этого аята, в этой суре рассказывается о лицемерах, о мунафиках. Какие мунафики бывают? А тут на противовес мунафикам приводят праведные люди, и о них говорится, что эти люди праведные, те люди, которые просят Аллаха, о Аллах, дай нам из наших жен зурриятов то, что радует наш глаз. То есть, они говорят, работа есть, бизнесе схватит. Не так. А семья, дети, зуррият и так далее, значит, чтобы Аллаху вывел из их потомства те люди, которые подчиняются Аллаху, служат Ему, единственному, не предают им со товарища и так далее. Также Аллаху Субханаву ва Та'ала в Коране говорит, «Я айюха аннасу оттакуу раббакум ладзи халакум мин нафси вахидах вахалака минха завжаха вабатта минхума риджалан кафира ванисаа ваттаку Аллах ладзи тасаалу набихи вал архам инна Аллаха каан алейкум ракиба садак Аллаху ну есть такие аяты вот указывающие на то, что на сохранение человечества на земле другой аят бисимля рахман рахим ва Аллаху джа ладзи мин амфусикум азваджам ва джа ладзи мин азваджакум банина вахафадатав варзаку минатайебат здесь даже указывается Аллах тот, который из вас же создал ваших азваджав завуч то есть женщины тоже женами могут быть люди человеки из человеческого рода и из вас сделал ваших азваджав то есть это как нигмат Аллаху нам говорит какие блага Аллаху нам дал как нигмат Аллаху упоминает банина это сыновья азваджав эти сыновья внуки вот так поэтому не красота не знатность а вот именно продолжение создавания на земле человека который читает который вот Всевышний Аллах служит это настолько пророк сам этому уделил внимание другой момент значит второй момент тоже очень важный момент это уже конечно наше время это нужно понимать что в человеке Аллах сделал какие-то потребности значит вот у нас внутри есть определенные вещи которые притягивают нас например к противоположному полу но раз это притягивает вместе с этим уже как бы нам как мы семью воспитываем себя в этом плане тоже конечно же нужно стараться воспитывать нельзя например наше тело говорит отпускать как без уздечка вот таком виде чтобы шел и поэтому очень важно поэтапно дать этому воспитание в каком виде поэтапно ну иншаллах мы сейчас потихоньку к этому подойдем например вот Аллах Субхану Ата'аля описывает людей которые сдерживают себя говорит бисим Аллах Рахман Рахим описывает людей праведных людей Аллах говорит те люди которые себя сохраняют значит аят указывает на то что счастье раба что он сохранил себя имеется ввиду свой вот этот пыль и так далее и то что после него идет вот эти дела тоже например человек ну от этого что исходит человек который не сохраняет себя он не будет из счастливых людей он будет из людей которых Аллах упрекает и переходящих границ и он конечно заслуживает упрек от Всевышнего вот этого шахвата у нее говорит ну они между ними есть разница но это очень важно и поэтому Аллах приказал пророку что мусульмане этому уделили внимание и первую очередь они закрывали свои взоры закрывали глаза сохраняли свой аврат значит и например научил что пророк нас научил к чему приведут такие наши деяния тоже и что Аллах знает хаина то есть даже мы не делаем но когда наши глаза направо налево бегают и так далее или таят внутри сердца вот это все Аллах видит этому учить Аллах нас обязал поскольку все это начинается из взгляда Аллах раньше чем сохранение аврата говорит что мы закрывали наши глаза потому что все начинается все плохое начинается от взгляда как маленький пожар начинается от вот этих искр говорится в начале и с первых бывает взгляд потом бывает мысль потом бывает шаг потом бывает грех вот от От этого, значит, вот от этих вещей, говорит, необходимо, говорит, нам себя сохранить. Поэтому каждому из нас необходимо, говорит, что мы были как бы хранителями вот этих ворот четырех, откуда вот эти грехи к нам подходят, вот там, чтобы защитниками мы были и не давали вот этому, как говорится, переходить себе границы. Поэтому с маленьких лет, когда мы, во-первых, люди, которые чуточку религии и понимания есть, когда мы понимаем это, во-вторых, наших детей мы учим, чтобы направо-налево не смотрели и так далее. И после этого, несмотря, они вырастают, и вот так несмотрящих они жен берут, после этого создается семья. И создается семья не для того, чтобы, например, вот как бы, ну, они чисто плотские желания, например, исполняли, а они находили это для того, чтобы, как говорится, указание Всевышнего Аллаха на этой земле. Вот это выполнять, вот от этого появляется, во-первых, крепкая семья, во-вторых, уже крепкое общество. А если мы так не делаем, как, например, в наше время, как получается, вот мы тоже, наверное, здесь вопросы, ну, мечети, я не думаю, такие вопросы будут или нет, но там, там, здесь, на лекциях, в вузах, когда мы бываем, мы получаем, например, я лично получал вопросы. Вот когда, говорит, я начала одевать длинное платье и так далее, мать, говорит, мне сказала, говорит, одевай коробку, мне всю жизнь, что ли, тебя кормит, говорит, мне нужно тебя замуж выдавать, говорит. Вот в таком виде, когда к своим детям люди относятся, ну, как же быть дальше? И точно так же мужчина, который, например, не то, что, например, насчет закрывания глаз, насчет галдуль-басар, насчет сохранения сердца и так далее, и так далее, он думает, он лишь бы ищет повод, самую чистейшую девушку, как бы ее сломать, как бы ее чуть-чуть, например, вот эту стойкость уломать, у нас говорят, да, там, и так далее. На это сосредоточен человек, вот так портит этих девочек, или же, например, радуется тем, что испорченных вокруг много и так далее, и оттуда, из этой среды находит, например, себе спутницу. Он не думает, это спутница, он думает, это просто там женщина, но от них появляются дети, и от таких детей очень много, много таких детей, не просто так же детские дома у нас появляются и так далее. И таких сирот тоже у нас много. И после этого еще мы с вами удивляемся, почему у нас в Дагестане или где-то там как-то не совсем так, почему такое люди, как это возможно, и так далее, и так далее. Конечно, где-то мы возложили этому камень, где-то кто-то это сделал, и так далее. Примерно, если есть, например, 10 мужчин здесь, 10 женщин, 10 девушек с этой стороны, один человек бросил камень и, например, там поставил рану на какую-то девочку, скажем, такой синяк, или же шрам остался у него на лице. Ясно же, что эта девушка со шрамом на лице попадется кому-нибудь из этих десятерых. Не бывает так, чтобы кому-нибудь она не попалась. Понимаете, да? То же самое, если человек думает, что он просто об очереди не думает, у него, главное, там мат тоже хорошая, дочка тоже вроде бы хорошая пока что, значит, и так далее. Но все вокруг, направо, налево, все портит и так далее. Ну, поздно, не поздно, или эта девочка как невестка появится у него дома, значит, или же кем-нибудь она обязательно в нашем доме появится. Поэтому, что говорит? Еще один момент тоже хотел бы сказать уже это не молодым ребятам, это уже взрослым людям. Например, уважаемые отцы и уважаемые наши старшие братья, очень важно, чтобы мы готовили наших сыновей или и наших дочерей, тем не менее, к тому, чтобы, например, у них, ну, готовились к созданию семьи. Например, мы же все знаем, когда кто-то, какой-то отец или мать ищет для своего сына жену, он ищет самую хорошую в городе, самую хорошую. Ну, как можно сам, для того, чтобы искать для сына жени, сначала на сына же надо посмотреть. Если он негр, негритянку надо найти. Какой он? Может быть, ему не подойдет самое хорошее. Может, не подойдет. Может, вообще его женить нельзя. Может, женить даже нельзя его. Взять, подключать определенных людей, имам, мамул и так далее. Заставить их лжесвидетельствовать, что они хорошая семья там и так далее. Выдать, вытащить оттуда, вырвать оттуда зубами, как там, эту девочку, выдать замуж за него. И испортить. Просто родители через год-два, они скажут, лишь хоть она, хоть обрыв упала бы, умерла бы, чем бы за такого попасть. Вот так заставить родителей думать, лучше на своих детей, на своих дочерей и сыновей десять раз посмотреть. Смотря от них уже искать невесту. И нам очень важно, чтобы мы своих дочерей и также сыновей готовили к замужеству. К женитве и к замужеству. Очень важно. А они не готовы. Они не готовы. Они, когда речь идет о готовности, какой зал они займут в планах у них, какую машину, лимузин, какую фото одет. Вот эта вещь, если у них есть возможность, они считают, что они готовы. Нет, далеко это не готовы. Готовы, когда у них есть понимание семьи, обязанности семьи и так далее. Был случай, когда заключая брак, ну нет-нет, кое-где задают, где меньше потоков наникай. Там получается разговор делать. Значит, я был в таком квартальной мечети. Имам меня начал спрашивать этого парня. Кто ты и что ты? Значит, шахадат, что такое? Ты видел его вообще? И так далее. Он оказался далеким от этого человека. Человек, например, ну, если по-дунингски говорит, очень грамотный, там какой-то программист он, значит, вот такой человек, он, несколько образований у него, кроме того, что нужно. И, а вот шахадат не знает. Я говорю, намаз делал, говорит, нет, не делал. Значит, а как быть, ты мусульман? Он говорит, конечно. Конечно. Как шахадат не знаешь, на как ты мусульманин? Что тебя делает мусульманин? Он говорит, я как тагистаный человек, говорит, поэтому я мусульманин. Вот так. А когда начал говорить уже с отцом девочке, которая хотела выдавать дочку замуж, эта девочка оказалась, ну, такой начальной медицинской программой, которую прошла девочка. Ну, там у нас бывает такой, как Абушуджа, что ли, на таком уровне, не институтовскую программу, а начальную программу. То есть, что говорит о том, что она и хуран читает, и намаз, естественно, делает, значит, даже то, что из Филки тоже знает. Вот такая. Значит, она могла бы какой-то мечети для тех, которые, маленькие дети, которые приходят на уроки девочки, для них даже уроки она могла бы. Вот такого уровня девочка. Я тогда говорю ему, отцу говорю, ты за кого выдаешь дочку замуж? За этого человека? Что, хакером стать хочешь, что ли? За этого девочек? Зачем тебе выдавать? И вот этот отец у нее, камазист, такой, ну, работяга-человек. Он говорит, слушай, зачем ты эти вопросы? Давай, сделай свое дело и отпусти нас, говорит. Настолько этому человеку, ну, если бы эта девушка выйдет замуж, ну, она или должна очень крепкой женщиной быть, чтобы в Москве заставить мужа намаз делать, или она просто оставит день за днем, день за днем, день за днем расслабиться. Мы же себя знаем, когда нет-нет, неделю, один раз родители нас не ругают, мы какие мягкими становимся. Значит, если мы нет-нет, вааза не услышим, муалимов не услышим, что с нами бывает? Вот так это рушится. Дай Аллаху тавфиq каждому, понимать, каждому следовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!